За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 85 происшествий. Из них 11 преступлений, 8 из которых раскрыто. По трем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 51 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях повышения эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, с 13 июня по 15 июля 2017 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие МАК-2017. В целях поддержания правопорядка в период навигации, осуществления контроля за убывающим и пребывающим речным путем транспортом на территорию региона, в соответствии с федеральным законом от 9 февраля 2017 года, номер 16 ФЗ о транспортной безопасности, с 23 июня текущего года до окончания навигации проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация-2017». В целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической отраслях с 3 по 10 июля проводилось оперативно-профилактическое мероприятие ТЭК. Нарушений не выявлено. В минувшую пятницу сотрудники госавтоинспекции на территории города Наринмара и поселка Искателей провели оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». С целью соблюдения правил дорожного движения, по предоставлению преимуществ в движении пешеходам, переходу проезжей части в зоне действия дорожного знака «Пешеходный переход», в ходе мероприятия сотрудниками отдела госавтоинспекции округа проверено 56 единиц автотранспорта, 13 мотоциклов, выявлено и пресечено 10 административных правонарушений. Выявлен один водитель за повторное управление транспортным средством состояний алкогольного опьянения. Утром 10 июля в ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлено, что в социальной сети ВКонтакте в одной из публичных групп города Наринмара некий пользователь оставил сообщение в комментариях к одной из записей о совершении взрыва на детской площадке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России по Архангельской области и Ненинском автономному округу установлено лицо, написавшее данный комментарий. Им оказался 12-летний мальчик, не состоящий на учете в отделу по делам несовершеннолетних УМВД. Сотрудниками полиции с родителем и ребенком проведена профилактическая беседа об ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. По данному факту проводится предварительная проверка. 14 марта текущего года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненинскому автономному округу в городе Наринмаре в подвальном помещении, расположенном по улице Ленина, пресекли факт незаконной организации азартных игр с нарушением требований Федерального законодательства Российской Федерации. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейскими установлено, что 22-летняя жительница Ненинского автономного округа с ноября 2016 года по март 2017 года организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационной сети интернет. Все материалы по данному делу оперативниками были предоставлены Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненинскому автономному округу. На основании представленных материалов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в отношении девушки, 95-го года рождения, подозреваемой в совершении преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконной организации проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Уважаемые жители округа, стражи порядка напоминают вам, что за осуществление незаконного вылова водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно части 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов» предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. Так, 5 июля текущего года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД в ходе очередного рейдового мероприятия на озере Голодная Губа в экватории природного заказника Нижнепечорский выявлен житель округа 50-го года рождения, осуществляющий незаконный вылов водных биологических ресурсов без соответствующих разрешительных документов на вылов рыбы. Сотрудниками полиции на месте происшествия изъяты рыболовные сети, лодка с мотором, а также выловленная гражданином рыба краснокнижных пород. По факту незаконного вылова водных биологических ресурсов сотрудниками полиции проводится предварительная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 5 и 6 июля 2017 года на территории города Наринмара сотрудниками отдела по вопросам миграции проводилась проверка иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в частном секторе. В ходе проверки сотрудниками полиции были выявлены три иностранца, осуществляющих трудовую деятельность без разрешительных документов. Данные иностранных граждан привлечены к ответственности по статье 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. И на них наложены административные штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей. Также к административной ответственности по части 1 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства привлечено два физических лица, которые привлекали иностранных граждан для работы в частном хозяйстве. 7 июля 2017 года в дежурную часть полиции позвонила местная жительница и сообщила, что стала жертвой интернет-мошенников. Со слов потерпевшей сотрудниками полиции установлено, что женщина для получения потребительского кредита при помощи сети интернет отправила заявки в различные банки. Через некоторое время ей на мобильный телефон позвонил неизвестный номер, и девушка, представившись работником банка, сообщила заявительнице, что ее заявка на кредит одобрена банком. В ходе разговора якобы сотрудница банка сообщила, чтобы получить кредит, необходимо перевести денежные средства в сумме 3,5 тысячи рублей для оплаты привода. Потерпевшая, не задумываясь, перевела указанную сумму на банковскую карту мошенников. Не прошло и часа, как потерпевший снова позвонил тот же номер, и мошенник сообщил, что нужно перевести денежные средства за страхование кредита и доставку кредитного договора. В ходе разговора сотрудник банка уверил женщину, что переведенные в банк денежные средства ей вернутся при получении кредита. Заявительница в очередной раз поверила мошенникам и перевела им денежные средства в общей сумме 27 тысяч рублей. После перевода указанных денежных средств на банковскую карту, мошенники перестали отвечать на звонки потерпевшей. По факту мошеннических действий полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уважаемые граждане, напоминаем, что с 1 марта текущего года гражданин при обращении в информационный центр управления МВД России по Ненинскому автономному округу с целью получения справки о наличии и отсутствии судимости имеет возможность получить готовую справку за более короткий срок, вместо заявленных 30 дней от 1 до 7 дней, при подаче заявления в электронном виде через единый портал 3w.gosuslugi.ru. Справки по телефону 8 818 53 457 02 Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421 26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова